Фильм из советских 2-й части 86-го года, Перестройка. И Перестройку придётся особенно подробно, видимо даже по 2-3 клипа ещё впереди. Когда там вообще 87-88 пойдёт, ещё всё круче будет. Тайна Виллы Грета, это всё-таки задержавшийся фильм. Его снимали в 83-м, показали в 85-м, короче так тормознуло. Всё-таки это ещё застой, он антимасонский. То есть вот на Западе масоны, эти масоны, значит, оказываются, руководят ещё и фашистами, сопротивляются левым и так далее. Надо сказать, что поздний Брежневский период, он уже осваивает все вот эти рассказы про масонов, про сионистский заговор. То есть начинает уже пробовать идеологию русского черносотинства эксплуатировать, чем Путин сейчас интенсивно занимается. Правда он не в плане сионистов, а вот в плане империализма. Но тоже это всё взято из русских черносотниц, про придуманный украинский народ и тому подобный бред. Это всё писанина ребят из Союза Михаила Архангела. Но про масоновки тоже очень много убивались. Вот сняли, что кругом масоны, кругом сионисты, фашистская тоталитарная секта, связанная с мафией, СРУ и так далее. И, так сказать, пуганули. Но, кстати, в Италии были реальные расследования, и там действительно была масонская ложа П-2, которая политикой занималась. Это всё-таки было. Масоны первоначально позитивную роль играли в XVIII веке как альтернативы церкви. Но всё-таки это религия. То есть мне, как представителю философии и науки, надо всё-таки их тоже поругать, что это религия. В России любая религия вырождается, естественно, в какую-то секту, которая поддерживает власть. Поэтому вот в России, почему я к масонам скептически отношусь, к России, потому что поскольку это организации, притом религиозные, всё равно они будут так или иначе на власть работать. Никакой организации России не надо создавать. Всё равно потом какое-то руководство там купит или надавит на них, и они всё равно будут всё поставлять в говяжку, всю информацию и так далее. Или прикрывать какую-нибудь мафиозную активность властей или бандитов. Какая разница, они там все срослись давно. Поэтому, хотя советский фильм явно доклеветнический, пытается так выставить дело, что на Западе одни масоны, сионисты и евреи у власти и так далее, тем не менее, всё-таки его антисектантский пафос в то же время полезен. Как это часто бывает, нельзя же явление культуры однозначно интерпретировать, что-то в этом фильме хорошее, а что-то и плохое. К расследованию «Приступить» — это две серии. Сотрудники прокуратуры СССР рассказывают, какие они ведут дела, как раз в 1985-1986 году, когда идут антикоррупционные все эти скандалы. В принципе, это традиционный советский детектив. Там много всяких рассуждений о законности, всяких там анализов социальных проблем, хоть и примитивного, но многословного. Никаких нету драк, как мы привыкли в детективах, да, в теперешних. Там беготни никакой. Никаких таких уголовников, таких прихипованных, которые что-то там это на жаргоне. Ничего такого нет, сидят тихие, интеллигентные люди, мило разговаривают, а потом какому-нибудь вору повязали. Тем не менее, хотя стилистика от застоя остается, усилилась критика. Критика социальной была и в застое. Там признавали, что в стране жулики и на предприятиях воруют. Особенно вот сериал про знатоков, он был особенно социально критичный, за что его любили. А тут как бы системно. Они показали, что тут целые цеха у нас работают, оказывается, цеховики налево. Целая теневая экономика есть, да, огромная. Ну вот это показывали и в сериале про знатоков как раз в этот период. Что связи есть среди чиновников о мафии, там показано. Нормальных каких-то вот, которые пытаются бороться действительно с жуликами, их преследует эта мафия, тоже есть. То есть как бы критика продолжается, углубляется, потому что уже перестройка. Главной роли там Богдан Ступко в Украине, с которым редко давали большие роли. И рядом с ним Джигарханян, который наоборот постоянно появлялся. Шутили в перестройку, что гораздо меньше на земле армян, чем в фильмах, где играл Джигарханян. Я не знаю, кто сочинил, но это соответствует реальности. Джигарханян постоянно там был в то время. Ну вот такой вот фильм специфический. Игорь Савович, это экранизация Липатова, вот который про Старожилов, про Анискина и все такое, которого я хвалил. В данном случае про городских, то есть непосредственно про Томск. Виль Липатов в основном про Старожилов Аби писал, и фильмы про Анискина, это про ОПИ, я уже говорил. Это причем узнаваемо, он там действительно на местах был и их знал. То есть там челдоны такие, какие они реально там есть. Тем более я среди них вырос и подтверждаю такие. И Томск такой же. Снимали, кстати, непосредственно в Томске, и Томск показан прям вот очень достоверно. Со всеми, вот как обычно там разговаривали люди, как они себя вели в 80-е годы. Это все вот прям точно достоверно. Я, кстати, присутствовал при съемках фильма, значит, в Томске. Как-то мы возвращаемся из Дворца Пионеров с кружка. Значит, кто Томский представляет, где Дворец Пионеров был. Вот на углу Вершинина и Кирова, то есть там после этого Дворца Пионеров немножко прошли, там на углу, значит, все перегорожено, стоит куча народу и говорит, тут кино снимают. Но в Томске кино никогда не снимали, да? Поэтому мне что, было 12 лет, я там просочился вместе с другими маленькими мальчиками. И мы там дошли прям до какого-то фонаря и начали спрашивать, а что за кино снимают? И эти, короче, которые там снимают, говорят, актер какой-то вышел, я уж его не помню, говорит, снимаем про Рэмбо в Сибири. Вот это чисто московский ответ, потому что никакого Рэмбо в Сибири не смотрели. Я не знаю, почему эти московские актеры шутили, что Рэмбо в Сибири, но вот это я запомнил просто историю, потому что я вот сам это видел. Ну, по сути, фильма там Липатов хорошо понимает и про деревню, и про город, что в городе никакого Анискина нет. Вот этих всех ценностей деревенских нет в городе. Утрачено. Там интриги, родственные связи. Карьера героя объясняется тем, что он женился на обкомовской дочке, на дочери партапарадчика, да? И он все время переживает. Он карьеру сделал из-за этого вот этой бабы, потому что она из аристократии, да? Или своими силами. Это же для мужика серьезно. Вот сам добился или вот потому что женился вот на какой-то такой... Что не сам, да? Конфликты постоянные. В то же время, как бы, вокруг-то вот эта тайга эпическая остается, да? По ночам ему там лесосплав снится. Потом он просыпается, а тут уже не Сибирь. Тут советская провинция. И вот Сибиряк попал в условия русского уже общества, российского, да? Советского, к тому же. То есть жесткой такой бюрократической системы, в которой все друг друга обманывают. Все ценности противоположны традиционным сибирским. И он из-за этого переживает. И это Вилли Патов тоже прекрасно показывает. Причем провинция, она же еще хуже даже, чем Москва, да? В Москве там хоть на виду все, да? Как бы и уровень всего этого выше. А провинция, она просто уже в самой грубой форме повторяет за Москвой. Экологические проблемы, что они вынуждены уничтожать, вот, борясь за свою карьеру перед Москвой, да? Они вынуждены уничтожать природу Сибири. Экологические проблемы серьезные были. Гравий по Томит тогда черпали и Томп все угробили. Они также леса вырубали, и понятно, что нефть и так далее. И в Томске было сильное экологическое движение. Кемеров отравила всю воду, опять же, своим фенолом. И мы про это боролись. И про вот эти экологические проблемы пишет Телепатов. Что вот проблемы экологические, вот эти партапорадчики, они сами понимают, что, в принципе, они уничтожают собственную сибирскую природу. Вот в угоду своей карьере, в угоду Москве. Это они тоже понимают. На этом и основано. Ну, вот, да, к сожалению, такое там и сложилось. И поэтому именно не надо ориентироваться на то, что там есть. То, что там есть, это кошмарная российская провинция, которая уничтожает подлинную Сибирь. Поэтому любить надо не ту Сибирь, которая есть, а ту, которая будет. И будет только после радикальных преобразований, вот в этом надо сказать. При этом мы должны, конечно, опираться на то, что там реально в Сибири. Вот получается, что у нас традиция Сибири, она работает на будущее. И у нас такой, получается, традиционно-футуристический проект. Потому что вот то, что между старым и новым, это вот это вот империалистическое говно. Вот чтобы построить прекрасное новое, нам нужно вспомнить наше бедное, но прекрасное старое. И забыть вот эту империю, вычернуть ее просто. И то, что империя выглядит именно как вот это болото кошмарное, это Лепатов хорошо изображает. Лепатов все-таки явно сочувствует Сибирикам. Показывает, что в городе все скорбились. И вот этот чудесный Анискин, который там ловит тех, кто соворовал баян. Вот этим его подвиги ограничиваются. Понимаете? Баян нашел, а опитов все проебали. Опитов все засрали. Потому что в обкоме вот сидят такие вот, как герои этого фильма. Ну, сюжет там немножко медленно идет. Это просто вот еще остается стилистика застойка. Два медленные фильмы с тормозами, так все. Если привыкнуть к ритму, просто сейчас мы к другому ритму в интернете привыкли. К ритму привыкнуть и вникнуть в идею, то нормально идет. Игорь Савович вот этот. А вот «Как стать звездой» — это быстрый фильм. Вот уже как-то вот в клиповой стилистике 80-х. Это еще не интернеты, но это телевидение 80-х, когда клипы. Двухсерийный музыкальный фильм с участием Валерия Леонтьева. Театр лицедей. Это всякие клоуны, которые тогда были постоянно в кино. Театр мод Вячеслава Зайцева, тогда известный. Бит-квартет «Секрет». Множество популярных других персонажей. Ты не смяги. Раймонд Паулс. Николай Фоменко там есть. И так далее. Пугачева там есть. Максим Леонидов и все такое. Особого нет сюжета. Это, в принципе, две серии такого музыкального, юмористического киношоу. По стилистике постмодерна. То есть все время клипы все резко меняются. Какие-то неестественные позы. Жесткого сценария никакого нет. Шутки какие-то. На фоне шуток клоуны. И вдруг исполняют какие-то музыкальные номера тоже такие интересные того времени. Динамичные довольно. Пародия, кинохроника. Все перемешано, короче. Вот оно такое олиповатое, клеповатое такое, стебное. Ну вот так и выглядела культура этой перестройки. То есть это ранний постмодернизм. При том, что в стране, собственно, революция, да, демократическая. А массовая культура вот так выглядит. Опять же, вот в этом фильме можно посмотреть. То есть какие-то вот все дискотечные. Какие-то все вот там женщины, когда они наряжались, выглядят как какие-то клоуны, блядь. В чем-нибудь таком ярком, чрезмерном. Какая-нибудь вот эта прическа в 80-х знают. Да, в принципе, под клоуны сделанные. Пугачева же с этим, блин, своим Орликино туда же. Ну, бед-квартет, секрет, это русский рок уже. Он там тоже присутствует. Вот мода, которая там от Зайцева, тоже вся такая экстравагантная. Но Валерия Леонтьева можно даже посмотреть. Вот он выглядит, у меня какой-то клоун, который поет. У него и песни часто такие, что вот я клоун там и так далее. И там он хорошо очень вписывается. То есть какие-то вот 80-е, они по стилю какие-то лохматые. И беспечные. То есть вот в этой стилистике постмодерна все выглядит как игра какая-то. И к этой революции, и к этим всем страшным событиям, которые в 90-е стали еще более страшными, во многом относились беспечно. Потому что стилистика приучала к тому, что, так сказать, все вот это как бы смешно. А это все не смешно было. И в 90-е было совсем не смешно. Вот поскольку у нас постмодернизм господствовал где-то чуть ли в 10-е еще продолжал, я думаю, что вот это несерьезное отношение к современным событиям у многих тоже связано с тем, что постмодерн приучил, что мир это спектакль и так далее. А мир это не спектакль. Вот, может быть, война, может быть, протрезвит, я не знаю. Потому что, ну, не клоуны вокруг, а реально льется кровь, и это не морковный сок. И пора бы это понять. И по отношению к текущим событиям тоже. Но, тем не менее, вот я говорю, можно посмотреть, какое было восприятие жизни в массовой культуре на фоне всех политических перемен того времени. «Сошедший с небес» интересный фильм, тоже во многом постмодернистский решенный. Значит, это аджимушкайские каменоломни в главных ролях Александра Абдулов и Вера Глаголева. Они в 42-м году, они воюют. То есть она, жена офицера, офицер попал в этот аджимушкай. Их там немцы блокировали. Вот они прорываются к колодцу, в них немцы стреляют. Вот там муж и жена, короче, погибают в этих каменоломнях. В реальном аджимушкайе снимали. Я там был. Да, там вот так вот именно окрестности выглядят, как в фильме. Выход вот именно там на выходе снимали. При этом Абдулов, во-первых, вспоминает все время прошлое, как они встретились с этой санитаркой Машей. И, во-вторых, он все время почему-то всплывает в будущее, когда уже война кончилась. Он летчик с погонами, отслужил в ГДР, пинает, опять же, в Крыму балду, никто его там на работу не берет и так далее. Городские съемки в Керчи проходят. А потом выясняется, что ничего этого не было. Вот этих всех послевоенных проблем, они, видимо, ему грезятся или что там, или как вариант показан, и они погибли там. Даже вот такого сложного будущего, которое их ожидало, если бы они выжили, у них не было. Ну и, в общем-то, получается, как-либо бы они погибли, либо все равно бы страна потом к ним относилась, так сказать. Ну вот как там показано, да, как он после войны вернулся, никому не нужен. Вот такая история, достаточно тяжелая. Ну и нами тяжело воспринималось это зрителями того времени, потому что мы им сочувствовали. Вот такой вот фильм. «Революции» призванный неплохой, многосерийный документальный фильм про Маяковского. Он наполовину художественный, то есть там наполовину такой документальный с рассказами из реальной жизни. То есть актеры там читают стихи, воспоминания реальные, разыгрывают сценки. Есть, кстати, там молодой Маковецкий. Вот подобные же смешанные документально-литературные фильмы делали, допустим, про Ленина. Тогда, к сожалению, только один остался. Была прям целая серия про Ленина, подробная вся жизнь Ленина, но с документами того времени. Там ленинизм можно выбросить, здесь голова. Реальные же читают, какие были там дискуссии, проблемы, статистику приводят. Вот аналогично про Маяковского сделали. Маяковский вышел в сериал, я, видимо, по нему как-нибудь там про него расскажу, позже уже, позже, совсем в десятые годы. Про Маяковского мало писали в СССР, про реального, да и в постсовке. В СССР считали Маяковского лучшим поэтом 20-х годов, но реальных 20-х годов в СССР не было. Их заменяли мифологией. А Маяковский из настоящих 20-х, где было тяжело и многие противоречия, конфликты через Маяковского проходили, он их реально переживал. То есть, он не такой вот монументальный, как какого из него сделали. Это авангард российский, футуризм. Он, в общем-то, корни из Серебряного века, и он выдающийся деятель, еще был до революции в Серебряном веке. Он авангард при сталинизме не вписался, его преследовали. При Брежневе авангард изображал Роберт этот рождественский, робот рождественский, совершенно неживой, и к авангарду совершенно, он совершенно бездарен. И авангард это бунт, а какой от робота рождественского бунт? Робот рождественский зачитывал голосом робота какую-то хуйню брежневскую, подражая при этом Маяковскому. Это был какой-то бред. Это дискредитировал, прежде всего, Маяковского, который был, значит, агитатор, горлан, главарь, как он сам говорил, и погиб, собственно, во всех противоречиях своей мужественной фигуры. Ну, возможно, самоубийство, кстати, у Маяковского это межпартийные разборки. Но в то же время, надо сказать, что Маяковский был искренний коммунист. Вот если бы он был неискрен, он бы вступил в партию, делал карьеру, а он в партии состоял до революции, когда за это можно было бы шаг слопотать за членство в такой партии. А после революции он в партию и не вступил, потому что не хотел действительно делать карьеру. По всей видимости, коммунизм это было серьезно, потому что он и в 17-м году, еще до Октябрьской революции, на коммунистических позициях стоял, и пришел на второй же день революции с советской властью сотрудничать. Ну вот как бы надо это реально представлять себе, что реальные коммунисты тоже были, что интересно, в 20-е годы, что не нужно бы, что там все такие, так сказать, были портократы. Были, но вот и в этом их трагедия. Маяковский же он погиб. И он переживал, что не реализуются его эти идеалы, плохо все идет. Бичевал всяких примазавшихся в стихах. Его при жизни, значит, травили за это, а когда он умер, уже сделали из него икону коммунистическую. Вот такая вот судьба. Ну вот можно про реального Маяковского довольно много там в этом фильме революции призвано. Сделали потом путинский сериал, про него надо отдельно поболтать, потому что это уже путинское восприятие Маяковского. «Веселые ребята» — это юмористическая телепередача. Сначала она была как бы юмористический конкурс во главе с Масляковым, напоминала КВН, короче. Потом от этого отказались и начали делать уже выпуски в постмодернистском стиле. Вот он постмодерн, хотя бы был в стиле юмора. То есть в виде коллажей, где перемешивались всяческие то нормальные съемки, то там всех снимали, блядь, кверх ногами, на фоне мультиков. Они там вылазили из каких-нибудь яблок, эти все персонажи. Все это сопровождалось откровенно постмодернистской рок-музыкой, в том числе и западной. И все это в основном заключалось в пародии. И вот постмодерн это же все-таки пародия по своей основе. Но и в виде вот этой передачи это особенно проявлялось. То есть типичная постмодернистская передача, вся из себя ироничная, вся из себя стебная, с большим количеством цитат, пародирования, коллажей и так далее. Все по канонам постмодерна. Там принимали участие Жванецкий, Вознесенский, Слава Зайцев опять засветился, Градский там пел, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич. То есть на серьезном это все уровне. Притом была Жанна Гузарова, там постоянно пела. Крутая на самом деле передача. Оно и в застой с 1982 года начиналось, и уже это двигало в перестройку. Они совсем разошлись и уже начали там социальную критику по всем параметрам, как тогда было модно опять же. Ну, кстати, они критикуют там часто и перестройку. То есть там в перестройках были модны всякие опросы, дискуссии, всякая хуйня, и изображают вот эти перестроечные дискуссии, как бред идиотов. Там собрались какие-то идиоты, идиотские мнения высказывают, ни черта не понимают их там, о чем говорят. Это так и выглядело в перестройках. Ну а что, совки же о них, они им всегда сообщали, какое нужно мнение, а тут им предложили свое высказывать. Ну а что они могут высказать? Они никогда его не имели, что-то там лепее, что-то. Ну вот это тоже показано, за ним тоже стебутся. И тоже вполне, в общем, правильно. Включены Браво, Минаев, реально тогда популярный. Минаев тоже же весь стебный. Минаев постмодернист, постмодернистский певец. На самом деле, можно Минаева послушать в 80-х, посмотреть, как это выглядит. Это пародия такая липоватая, цирковая. Вот так искусство выглядело современное тогда. Но тем не менее, это качественный постмодерн. Потом пошла вообще какая-то хуйня. А вот когда постмодерн начинался, он был как веселый ребят, он был интересный. Я вот был маленький, мне даже казалось, что это какие-то страшные, потому что они там все время как бы вот... Сначала все хорошо, потом вот что-то там вылазит какое-то страшное. Сначала, когда я совсем был маленький, мне казалось, что страшная передача. А потом, да, когда я уже была перестройкой, я был подростком, мне казалось, что очень смешная и веселая. А десятилетнего мне казалось, что ужасная. Вот из-за коллажа как раз. жизнь клима с самгина 14 серий показали восемьдесят восьмом году но где-то восемь и шестой они по середине стива закончили поэтому все таки сюда последний роман горького причем видимо горький понимал что это сталинская власть кончится он мог написать про сталина роман но не стал стал писать про интеллигенцию серебряного века то есть видимо горький понял что вот все таки вот это победит посмотрев на страниц на реальный горького когда маяковского все-таки однобоко воспринимает под влиянием советской критики которые всех делал каких-то мумий горький сложен может быть вот дойду по камере хроник там до горького все расскажу вот кстати всяческий анализ кавычках горького маяковского доказывает что советской филологии ничего не стоит вот они анализируют просто исходя из того что у них есть политический заказ они пропускают все самое существенное когда анализирует и горького и маяковского вот из-за этого самого то что они государства служат эти филологи потому что там самое главное это именно во-первых серебряный век и у того и у другого и кстати лучше перестроечный фильм вот этот лучше понимает горького потому что они в той же ситуации вот этого перелома который горький описывает перестроечники лучше горького понимают чем советские филологи там много эротики и у горького и фильме очень много дискуссий о проблемах причем проблемы сходны с проблемами перестройки страна меняется капитализм наступает и все такое эротики в перестройку тоже было очень много очень хорошо в перестройку вошло вот этот 14 на самом деле позиция сангина и воровки там которые джигар ханян там играет его учителя она с нашей точки зрения максимально моральная они так как это все понимала сталинская интерпретация то есть о чем говорит клим самгин что он не хочет ввязываться в конфликт между белыми и красными потому что это политиканы в одинаковой степени преступные которые со своих для своей политики на все преступления способны как власти так и вот эти вот которые якобы против власти фактически клим самгин чувствует что если вот эти коммунисты и к власти придут ничего лучше не будет от них но там иронически показаны все эти народники вернулся там из ссылки все там какой-то мудак и так далее эти интеллигенты им поклоняются что вот они там где-то страдали за народное дело перед нами просто мудаки там с этого и начинается дело какое у интеллигента какое дело клима самгина способствовать просвещению ёб твою мать дороги строить реально страну развивать сериально кому-то вот что-то какие-то знания сообщать о нем там есть там постоянно идут цифры в начале серии дают они статистические справки как вот что такое сделали в полудокументальной как тогда было принято в россии на 100 миллионов населения 73 миллиона неграмотных в москве 4 библиотеки 500 кабаков то есть эта интеллигенция это слабая прослойка самообразование это у них слабая европейская большей частью они немедленно учили там латынь и французский потому что нихрена нет на русском гимназии латыни и университете там на французском все по большей частью было немецкий кто если кто-то хотел там серьезно техникой наука заниматься немецкий обязательно нет ничего на русском внизу тьма безумия народ совершенно непросвещенный неграмотный все там надо просто садиться за парту пять лет объяснять что-то прежде чем с этим мужиком таскать разговаривать наверху тьма подлости наверху вот эти бесконечно подлые администраторы все эти менты нашими словами говоря я не хочу на полицейских отказать а менты имею ввиду именно вот когда говорю о таком вот политика не до который ради своей власти на все способен то есть вы поймите что для меня это не ругательство термин да я не имею ввиду что всякий полицейский такое знаю что есть там ребята более-менее нормально и переживающие сами за все что творится но вот в какой ситуации образованный человек в россии да вот наверху так сказать беспредел да коррупция сплошная внизу придурки полные что делать даже и самой вот этой прослойки небольшой образованные в самом сериале показаны половина занимается болтовнёй полоумной блять мистикой какой-то полностью ёбнуты какие-то секты какая-то хуйня пьянством блядством блять поголовно это вот в этой интеллигенции да те кто хоть какой-то так сказать человеческий облик сохранили какой-то силу воли имеет из них половина блять занимается терроризмом фильме бегая с бомбами царя свергает остался клим самгин который кота как он там не в пьянство блядство не вдарился все кто не уступил понял что дурдом вот он более-менее до похож на западного интеллигента а что он может вот когда вот это вот все вот соответственно говорят а был ли мальчик вообще были ли вот была ли возможность для россии пойти европейским путем вот клим самгин при всех нужно русский он конечно при всех его забабахах при всей этой среде которая воспитала но более-менее вот на западного интеллектуала походит и что он может он нот ничего не может может только который что вокруг одно говно вот ну потому что действительно вокруг одно говно вот и все в общем-то а была ли возможность для самгина что-то делать вот горький показывает об революцию его убили вообще за революцию вообще я тех истребили которых учета там таскать напоминали хора что-то появилась да Märять напоминали каких-то интеллектуалов ensi и эти оказались ненужные то есть будет ли когда-то такое общество в россии где вот такие люди действительно нужны будут, образованные, нравственные, понимающие свой долг как интеллектуала. Будет ли это когда-нибудь? Вот это да. Учитывая, что перестроечный, там никакой карикатурщины нет, никакой советской интерпретации не дали, дали реального Горького этим фильм интересен. А в принципе все тоже осталось. В героях фильма каждый современный путинский интеллигент может узнать самого себя. Тайность Снежной Королевы. Фильм по Гансу Христиану Андерсену. Ну вообще это романтизм Снежная Королева. Вот я сейчас начал по историческому курсу про романтиков. Ганс Христиан Андерсен. Давайте его не считать детской сказкой, а помещать его в нормальный контекст. Это реакционный романтик христианский. Ну там у них протестантизм. Он существенно не отличается. Я буду говорить католицизм, потому что мне это... Я хочу это отделять от реального христианства. Вот эту вот интерпретацию сатанинскую. Значит, что там у Андерсена? Там у него имеется белая царица разума, которая отрицает любые материальные эмоции, любые привязанности. И в этом разуме, значит, Снежная Королева говорит, что заключаются свобода и вечность. Там у него кай, да, вот он усваивает эту идею разума, полного освобождения от эмоций и складывает слово вечность. Что такое Снежная Королева? Это пародия на весь рационалистический проект модерна как таковой. Вот так его видит реакционер Андерсен, что вот они уничтожат, так сказать, все эмоции, все привязанности, они создадут какие-то техническое общество научное, как они говорят, но оно будет ледяное, по мнению Андерсена. То есть Андерсен в виде Снежной Королевы видит модерн, потому что он реакционер. Он как раз, значит, ультраправый. Что он противопоставляет модерну? Что он противопоставляет науке? Сопли, слезы, бабские вот эти истерики и молитвы. Вот реальный Андерсен, там у него реально очень много религий. То есть Герда побеждает Снежную Королеву молитвами. Вот религия, так сказать, уничтожит вот этот проект. Подонок Андерсен. Потому что эмоции это ниша в человеке, это звериные эмоции имеют и звери. Привязанности типа любви имеют и звери. Это чисто физиологические, биологически детерминированные вещи, они должны преодолеваться разуму. Как раз программа Снежной Королевы делает человека свободным, в том числе из-за его звериного начала. Делает его из животного подлинным человеком. И действительно тем самым приобщает его к бессмертию, то есть к миру вечных идей. Снежная Королева во всем право. По сути это вот Дева Света Манихейская. Это моя вагиня, которой я служу. Вот я служу этой Снежной Королеве. Она прекрасна. И мы сложим слово вечность изо льда. Изо льда разума. А кому служит Андерсон? Андерсон служит черту. Который хочет, чтобы все были обезьяны вот эти с эмоциями. Там что-то прыгали, орали, ничего не знали. Там визжали, блять, там и все такое. Вот это он изображает. Почему эту говноедскую сказку любят коммунисты? Потому что они тоже выродились в религию. Религии вынуждены апеллировать к эмоциями. Коммунизм, конечно, начинался как проект модерна. Против этого поповства боролся. Окончил тем же. Поэтому они опять это вытаскивают. Чтобы люди были слабыми. Чтобы они, так сказать, руководствовались своими чувствами этой слабости. Чтобы их привязанности, вот эти все половые, тоже людей связывали. Вот для этого, значит, коммунисты снимают сказку поповского дегенерата. Законченного подонка Андерсена. Который боролся против прогресса человечества. Вот такими вот бреднями. Тем не менее, ей подлинные смыслы-то проскакивают. Все-таки. Несмотря на то, что Алиса Фрейнлих упорно играет злобную бабку. Все равно идеи-то высказаны. И идеи-то прекрасные. Вот, в принципе, вкратце и все. Камера смотрит в мир бывшие. Значит, камера смотрит в мир. Это клеветническая передача. В которой сидел Генрих Боровик. И рассказывал всякое говно про капстраны. Пугая всех Америкой. Ну, вот сейчас примерно... Боровик это, в общем, Соловьев того времени. Или там Киселев. Что интересно, после перестройки ни хрена с этим Боровиком не стал. И он начал все тем же голосом и со все той же, значит, честной рожей. Рассказывает нам, что наоборот, в Америке все хорошо, а у нас все плохо. И по поводу этого даже стебались в перестройку. Даже песня была типа. Кто нам рассказывал, что все плохо в Америке? Генрих Боровик, Сейфуль Мулюков и так далее. Песня такая была. Кто нам сейчас рассказывает, что там все хорошо? А те же самые. Генрих Боровик, Сейфуль Мулюков. Вот я боюсь, что сейчас после поражения путинизма неизбежного все так же останется. Выйдет Киселев и будет теперь нам все наоборот говорить. Вот в перестройку так и было, и поэтому в том числе и она и закончилась реставрацией путинизма. Теперь, значит, поскольку перестройка, в этой камере смотрят мир, в 1986 году сделали дискуссию. Показали фильм про эмигрантов, американский, про русских эмигрантов. Там как бы представлена была американская точка зрения, а потом вылез пиздюк Боровика и начал пиздеть. Там примерно полтора часа передачи, из нее пять минут выходит пиздюк Боровика и пиздит. Потом 40 минут американский фильм довольно интересный, а потом 40 минут хуйню порет Боровик. Примерно такая система. Американский фильм хороший, показывает, что плохо вписываются. Конечно, вот эти эмигранты советские в американскую реальность плохо им. Некоторые вписались, некоторые нет. Там довольно много эти эмигранты рассказывают о разнице в культурах. Но, как они описывают там в фильме, что русские более открытые, менее практичные, американцы черствые, по их мнению. Вот, нужно сказать, что это поменялось. Я подтверждаю, что да, советские люди были более альтруистичными. Но особенно вот ко мне, как к ребенку. Они там могли довести до дома, помочь, понять и простить совершенно даром. И сейчас это утеряно. На самом деле сейчас стали хуже. Вот даже те достоинства, так сказать, советских людей, которые в фильме называют эмигранты, они сейчас утрачены. Сейчас, при всем при этом, естественно, советские люди были хамами, параноиками, были довольно-таки агрессивные и так далее. Это тоже было. Так вот, лучшие стороны, которые были у советских людей, сейчас путинская пропаганда уничтожила за 30 лет и превратила уже в полных, по-моему. Утрачены-то были. Но советские люди бы не стали вот так вот по каких-то хохлов сейчас писать, как сейчас пишут, да, там, призывать к убийствам украинцев, оскорблять их, вот как сейчас массово в соцсетях российских. Вот советский человек это все равно бы не смог, хоть бы там война, хоть что. Вот он не писал бы таких гадостей там, вот про украинцев, как сейчас. Это мне даже как советскому человеку отвратительно. Нас так не воспитывали. Нас воспитывали бороться за мир, уважать любые народы. То, что сейчас творится, это вакханалия ненависти к Украине. Это не советское. Даже по отношению к американцам никогда советские люди так себя не вели, хотя американцы были врагами, да. Все равно они пытались как-то им сочувствовать. Ну вот можно хотя бы телемосты эти посмотреть. Но не так, никогда я не слышал, чтобы у нас покрывали матом американцев, там хотели их изнасиловать и еще что-нибудь там. Даже бранных слов не говорили никаких про Америку. А вот то, что сейчас по отношению к Украине, это даже не советское. Ну ладно, значит, перейду я обратно к передаче. Ну вот, потом вылазит Боровик, вышел опять поклеветать, занимается активно, между прочим, антисемитизмом, как все 80-е, и говорит, что на Западе правят сионисты. И нагнетает он их, в том числе и против евреев они. Все 80-е есть это в советской пропаганде. Не надо вот это. Они целые фильмы против Израиля снимали. У них не было отношений дипломатических. Они говорят, что это фашистское государство, Израиль. Но помимо того, что Боровик кривляется, он там подключил еще каких-то ребят, которые не прижились на Западе и вернулись в Савок. И они там рассказывают, как там все ужасно. В слезах там ругают Америку. И вот пытаются, значит, изобразить, что все-таки там плохо, эмигрировать туда не надо. Ну что я хочу сказать. Тяжело эмигрировать вообще, потому что мне приходилось тоже в Украину эмигрировать и обратно. Это Украина примерно такая же страна. И то были проблемы, да. А эмигрировать в совсем другую страну, видимо, совсем тяжело. Поэтому да, понятно, что многие не смогут адаптироваться в Западном обществе. И потом будут рассказывать, как там плохо. Но вот, видимо, все-таки это их личные проблемы. Потому что у Западного общества в целом проблем, так сказать, нет. Так или иначе, там нетусь, не то, что нет проблем. Но так или иначе, оно более развитое. Проблемы там есть, они там другие. Они вытекают из более такого серьезного уровня развития. А не то, что тут. Все-таки да. Поэтому, если они смогли, так сказать, туда перейти, ну хорошо. Все-таки они в более развитом обществе живут. В более богатом и в более прогрессивном и в более разумном. Хотя культура их не вписывается, об этом они говорят. Видимо так. Ну и все-таки это все из той же серии, что вы войдете в Запад рабами и все такое. Дескать, что даже если вы эмигрируете, вы там будете рабами. Не с той же серии и все. Подобная аргументация. Дорогой Эдисон. Значит, ну это о советской науке. Перестройку это считалось критическим таким фильмом, который скрывает разные язвы. Посвящено оно советской науке. Ну, в общем, рассказывает оно о том, о чем и так все знали. Что там никто ничего не делает. Распределяются там места по тем же принципам, что у чиновников. То есть по аппаратным соображениям. Там связи, всякие интриги. Там личные всякие симпатии, антипатии. Родство с тем, родство с другим. Выбивают мелкие подачки. Короче, жизнь чиновников они ведут. И как обычно показано глазами молодого талантливого выпускника, которого в вузе научили действительно о какой-то науке. Он сталкивается с тем, что там нет науки. Это чиновники, которые распределяют какие-то точки. Такая критика велась тогда у университетов тоже и науки тоже. Так как это как часть чиновничьей системы воспринималась. И совершенно верной такой она осталась. Но критика это слабое. Что, дескать, вот застой. Надо критиковать. Надо, так сказать, заставить их работать. Ну а так, по сути, если мы посмотрим, ведь проблемы эти не личные. И проблемы эти не от того, что какие-то не те люди управляют. Допустим, не в Брежневе же тут дело. Это государственное учреждение по своей форме собственности. Вот этот, допустим, научный институт. Оно не имеет каких-то четких критериев эффективности. Но так вот это и будет выглядеть. Ну вот на заводе хотя бы, на советском. Допустим, они должны выпустить цехом тысячу гаек в день. Если они выпустят 900 гаек, то они не получат денег. Вот все свежпредельно понятно, да? Связи у тебя, хуязи, тысячу гаек выпускай. Конечно, они и на заводах там все приписывали и воровали, но тем не менее. У них есть четкий критерий, вот что они должны и сколько они за это получат. А если у нас научно-исследовательский институт, который непонятно какие гайки выпускает, который пишет какие-то, блядь, тексты, которые они сами же и проверяют, насколько они, так сказать, научные. По большей части легко убедиться, что они не научные, а просто, так сказать, конъюнктурные. Так они себя и будут вести, потому что нет какой-то реальной продукции, которая выпускается, которая проверяется. Но тут опять же принцип научности, если мы о науке говорим, принцип научности проверяемости. Если мы не можем их проверить, нужны они нам или нет, конечно, там соберутся всякие воры и коррупционеры. Потому что это непроверяемо, вот они сидят на таком месте, где можно сидеть, нихуя не делать, все равно же не проверишь. Называть себя ученым и получать хорошие деньги. Все то же самое осталось после Совка. Вот эта вся критика, она в перестройку всплыла, а потом прекратилась. А наука такой же остается, особенно российской, которая в основном только адаптирует что-то западное, ничего своего практически не делает. К тому же в 90-е все это было повязано с уголовниками, и теперь все это еще и повязано, естественно, с силовыми структурами. Раз уж это место, так сказать, приятное, синякура, да? Те, кто реальной наукой хочет заниматься, двигают за границу, где она, видимо, более-менее есть. Я не знаю, может быть, она там есть, я не видел просто, да? Я не за границей, я тут, тут ее нет, да? По сути, вот эти все научные заведения в РФ, институты, университеты и так далее, это просто отстойник для детей профессорской касты и для детей других паразитических каст. Ну, это просто вот каста, вот у них родители были, так сказать, профессорами, они тоже стали профессорами, все. Они воспроизводятся. Эффективность какая может быть у каста? Если он профессор, потому что у него отец профессор, а не потому что он действительно что-то знает. Да, конечно, он ничего на знать не будет. Зачем ему что-то знать, когда у него отец профессор? Его просто назначат на должность профессора. Они ничего не знают. В результате, что у нас имеется, наша система, вот авторы, которые пишут им за деньги диссертации, потому что они ничего не знают, да? И вот только вот у нас, у фрилансеров, которые пишут им научные работы, у нас наука есть. Потому что меня спрашивают тут реальную науку. Почему я свою сферу предпочитаю показушной? Тут понятно, тут я как у мамки на заводе. Вот мне сказали написать научный текст, а мне дали критерии четкие, в чем он заключается, я пишу. Вот тут я действительно делом занимаюсь, а не хуйней страдаю. Я не вынужден нашу сферу возводить, потому что сами они даже такого низкоуровневого текста, который в российской науке не производят. Они ездят на какие-то конференции, что-то там разговаривают, имитируют, а тексты так или мать все больше пишем мы. Потому что они сами не в состоянии, потому что это каста, это феодальная структура. Они заказывают частной структуре, более эффективной, то есть моей. Выходы какие? Да, вообще разогнать на хуй на дых. Вот если у нас в России реформировать эту всю российскую науку, то да, блядь, всех разогнать на хуй. В научной степени почему их не и Запад признает? Они же знают, что тут ебаная Африка. Они же знают, что тут степени дают не за знания какие-то. Я думаю, что на Западе должны это знать. Почему они конвертируются в западные? Не конвертировать в западные, особенно в гуманитарной сфере, где они точно нихуя не знают и только политику двигают. И все. А поменять их на частные структуры вообще? Они работать будут? Мы будем работать. Нам что закажут? Будем работать, конечно. О чем? Мы же больше ни от чего деньги не получаем. Мы же не получаем деньги за то, что мы профессорские дети. Мы получаем за то, что мы диссертацию реально написали. Мы будем работать. Поменяйте их на нас. Нахуй они нужны? Они паразитируют. Даже государство. Нахуй они вам нужны? Вы кучу денег тратите. Это говно сидит, ничего не делает. Делаю все равно я. Вот я могу что сказать. Все равно я буду делать. Не платите вы им. Деньги тратите. Платите мне. Нахуй я сделаю. Вот такое у меня только решение этого вопроса. Ну и кстати описываемое в фильме. Это еще лучшие годы советской науки, если к фильму вернуться. Потому что потом вообще все уехали. Потом только деградировало. Левша, это кстати тоже, кстати, в общем-то про науку и технику. Но решено как такая психоделика. То есть про то, что вот появился человек, который способен действительно технические изобретения. И его страна ужасна. В России как в стране безумия. В Англии он бы действительно, так сказать, что-то бы действительно открыл. Но он служит России, а страна, она иррациональна России. И поэтому он гибнет. Левша. То есть в Англии они бы ему дали степень. Они бы там был бы инженер. Инженера-то английские все тоже из простых. Которые эти... Изобретали паровые машины, паровозы. И что я это рассказываю. Как раз в это время, когда левша действует. Они же все обогатились в Англии. А левшу угробили в России. И все это изображено, в общем-то, так психоделически. Как тогда было принято. Изображено все постмодернистки. Этим фильм левша интересен. Ну и вообще вот это начинается перестроечная интерпретация классики. Перестройка будет не очень долгая. Как мы все знаем, лет так шесть. Ну может быть до 93-го года считаем. Вот такая реальная революция. Потом все будет хуже. Но за это время они успеют какие-то все-таки демократические интерпретации русской классики дать. И об этом, видимо, еще поговорим в следующих сериях про фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok